Именно зимой, в пору холодов и морозов, кожа лица стареет быстрее, чем летом, утверждают косметологи. Поэтому придется по-особому ухаживать за кожей в суровое время года. Лена, поделись какими-нибудь своими секретами ухода за кожей зимой. Ну, в первую очередь, это питательный крем, конечно, да, плюс витамины и, знаешь, наверное, питание такое, где-то красная рыбка, ну, богатая витаминами группы D. А крем какой, легкий или, знаешь, такой жирный? В зиму, наверное, удобнее жирный, да? Скорее питательный, на основе масел, не на основе воды. Ну, так рекомендовал косметолог. Нет, ты молодец на самом деле, однако интересно послушать мнение специалиста по этому поводу, ведь именно косметолог досконально знает, что полезно для кожи и в какое время года. Конечно, все верно. И корреспондент программы «Утро доброе» Ирина Вобещевич узнала, что действительно помогает коже лица не страдать зимой, а что, наоборот, лучше не делать. Сверху мы одеты в свитера, шубы и пуховики, а лицо при этом остается совершенно беззащитным. Между тем, на одном квадратном сантиметре нашей кожи находятся три тепловых рецептора и около 20 холодовых. Из-за этого к морозу эпидермис намного более восприимчив, чем к ультрафиолету. Значит, и страдает зимой больше, чем летом. Да, да. Особенно при морозе начинаются стягивания, сушится прям сильно и в некоторых местах появляется даже зуд. А что-то дома пытались сами делать? Ну да, народные средства, какие-то детские крема, какие-то старые бабушкины рецепты, способы. Но, к сожалению, они не очень эффективны в наше время. Хочется что-то более профессиональное. С проблемами кожи сталкиваются многие в мороз старинные рецепты защиты кожи. Типа смазывать обильное лицо перед выходом на улицу гусиным жиром в современных условиях не лучшая идея. Поэтому остается прислушиваться к советам косметологов. Наиболее частая причина обращения пациентов зимой – это сухость кожи. То есть и обострение, естественно, хронических дерматозов. То есть на фоне вот этой вот повышенной сухости кожа наша пересыхает, барьер нарушается кожный верхний, да, и кожа подвержена более влиянием вот этим внешней среды. Мороз – стресс для кожи. В ней начинают вырабатываться сигнальные молекулы – цитокины. Они повышают чувствительность кожи и утолщают ее. Она становится более грубой, толстой и приобретает нездоровый серовато-землянистый оттенок. Кроме этого железы начинают вырабатывать меньше сала, что приводит к истончению защитной липидной мантии. И кожа нуждается в дополнительной защите. Кожу лица в таких случаях мы защищаем специальными кремами. Называется «Колд Крема». То есть это крема, защищающая от мороза. Они наносятся минут за 20 до выхода на улицу. И они действительно работают как невидимые перчатки на руках. Не рекомендуется выходить на морозную улицу с голым лицом. Заменяем летний уход на зимний. Защитные кремы можно наносить как женщинам, так и мужчинам и детям. Тогда микрокристаллики льда, невидимые глазом во время порыва ветра, не смогут травмировать эпидермис. Когда батареи жарят, воздух, естественно, пересыхает, кожа теряет опять влагу. В этом случае полностью на кожный покров мы также должны использовать специальные крема, хотя бы вечером, ежедневно. Зимой жирная кожа приближается к нормальной, нормальная – к сухой, а сухая – к очень сухой и чувствительной. И все типы при этом обезвожены. Лучше зимой умываться теплой, но не горячей и не холодной водой. Во-первых, контраст зимой мы и так получаем на улице, и лишняя стимуляция сальных желез может окончательно вывести ее из строя. Необходимо достаточно пить воды, но и сбалансированное питание никто не отменял. Наша кожа требует увлажнения не только снаружи, но и изнутри. То есть здесь очень важно курсами пропивать рыбий жир. То есть он как раз-таки помогает коже восстанавливаться, если так кратко сказать. Это препарат витамин D. То есть витамин D, кто бы не сдавал, в анализах у всех низкий. Что касается декоративной косметики, то зимой лучше пользоваться не пудрой, а тональным кремом. Хорошо подобранный он выполняет еще и защитную функцию. Красота идет изнутри. Человек излучает эту красоту, да, позитив. То есть, конечно, если он расстроен, обижен, да, на что-то, на жизнь, конечно, он и выглядеть будет соответственно. Поэтому нужно быть позитивным человеком, радоваться каждому дню то, что он наступил этот день. Ухаживать за кожей, питаться правильно и иметь хоть какую-нибудь минимальную физическую активность. Ирина Вобещевич, Серик Тугаев, Наталья Заяц, 5 канал.